Практическая психология Да, и смотри что, я знаю, что ты очень давно работаешь с детьми, с подростками, и вообще в этом являешься таким как бы хорошим, очень специалистом, поэтому тему конфликтов мне хочется сегодня разобрать досконально, чтобы слушатели, которые участвуют в нашей программе, понимали, вообще, чем конфликт отличается со взрослым человеком от конфликта с подростком? Ну, как правило, подросток переживает такой эмоциональный период, у него как раз происходит определенный кризис, столкновение ценностей, поэтому у него какие-то решения лишены рационализма, и, как правило, они все на эмоциях делают Все очень импульсивно, эмоционально, да, то есть если взрослый может, например, в конфликтной ситуации включить мозг, то у подростка это очень сложно сделать? Да, подросток, он как бы опровергает ценность родителя и... Или учителя Да, и учителя, и пытается отстаивать свои границы с помощью эмоций, поэтому важно подключаться родителю и поддерживать в этот период ребенка Да, кстати, есть такая прямо истина, что конфликтов не надо избегать, в них надо идти, но очень грамотно надо проводить эти конфликты, да, то есть вот проживать эти конфликты Мы знаем, что они бывают у нас продуктивными, деструктивными, да, но мы сейчас более подробно Итак, что же такое конфликт и чаще всего какие причины бывают в конфликтах с подростками? Конфликт это столкновение ценностей между, допустим, подростком и родителем У каждого из человека появляются свои ценности, есть свои ценности и никто не хочет уступать, никто не хочет друг друга слышать Вот на этом фоне появляется конфликтная ситуация Причин может быть сколько угодно, да? Да, например, причина может быть недостаточное внимание родителя Он не видит, не слышит внутренних переживаний подростка, поэтому пытается отстоять свою позицию, доказать свою сторону Подросток ему пытается о своем говорить, не видит, как так сказать, душевной тонкости, вот этого эмоционального переживания самого подростка Возможно, он и видит, но он его встраиваться туда не хочет Ему достаточно таких объективных показателей Как правило, родители же, они логики А дети, они душа, эмоции, эмпатия, переживания, сострадания Ещё причиной может быть, допустим, внутренний конфликт, вообще конфликт в семье Развод родителей На этом фоне, может быть, родитель как-то так не видит переживаний ребёнка Социальные какие-то бытовые проблемы Не хватает денег, ипотека И тоже как-то у родителей А у ребёнка есть какие-то потребности, которые он просит, чтобы родители закрыли, да? Да, купили что-то, сделали что-то И он это всё воспринимает на таком эмоциональном фоне Они не хотят меня видеть, у него выводы-то такие Они не хотят меня слушать Они не понимают, чего я хочу Да, да, ему очень трудно увидеть, что нет, к примеру, денег Или что родители сами сейчас находятся, например, в каком-то состоянии кризиса Да, что у них какие-то переживания на работе, конфликт с руководителем То есть ребёнок, подросток в это время держит в фокусе свою боль Да И он не хочет ни видеть, ни слышать всё то, что происходит в окружении его Да, он отстраняется, как бы он отстраняется от бытовых проблем Но он в это время находится во внутреннем переживании Во внутренних переживаниях Кстати, на самом деле, часто в практике я слышу о том, что элементарные бытовые какие-то несогласованности В процессе жизнедеятельности родитель подросток становится вот прямо камнем преткновения Например, подросток не заправляет кровать И вот здесь, на этой почве, постоянные конфликты Подросток не приходит домой ночевать И здесь постоянные конфликты То есть причиной может быть вообще всё что угодно Даже, например, ребёнок вам, подросток, задал вопрос, а вы в это время проигнорировали И для него это уже является причиной для того, чтобы сэмоционировать И чтобы вся эта история вылилась в конфликтную ситуацию Да, да, да Вопрос, смотрите, какой В этот момент ребёнок находится в каком-то эмоциональном переживании Родителю, если ему важно восстановить отношения Увидеть этот момент, что он вновь и вновь Хотя бы заметить, обратить на это внимание Что ребёнок вновь и вновь повторяет определённые стратегии В том числе и вы повторяете их И они не приводят никакому результату Стратегии безуспешные И надо обратить внимание Что, возможно, первая-то причина Вы, как взрослый, как логический человек такой Что-то делаете, наверное, не так Раз конфликт повторяется, не исчерпывается Никак не может решиться Конечно Вот прямо пример, да, вот можно привести Пример из собственной жизни Когда я просила, например, своего взрослого сына Как мне казалось, взрослого, подростка, да Приходить, например, до девяти часов вечера И каждый раз он нарушал это правило Он приходил всегда тогда, когда он считал нужным То есть, например, это было, например, десять, полодиннадцатого И я поняла, что мои просьбы в девять вечера Для него сейчас не важны не цены У него есть другие, более важные для него в данный момент Какие-то показатели временные, да, которым он будет следовать И если бы я дальше продолжала настаивать, я думаю, что это бы вылилось действительно в конфликт Да, это бы вылилось в конфликт Ребенок бы опять бы сказал Меня не понимают Меня не слышат Все дети в моей компании гуляют до десяти, до одиннадцати Им родители разрешают А почему я должен приходить в девять? Да, но тут ведь важно установить правила Правила Как бы важно вернуть ребенка Не отстраниться, сказать вот Да, мы в конфликте, все Да, делай как хочешь Продолжай делать свои ситуации Я буду тебя наказывать, лишать того другого третьего Я вообще тут, знаешь, знаю, как все делать А важно сделать так, чтобы стратегия была выиграл-выиграл Чтобы вы выиграли и он выиграл В чем будет ваш выигрыш? Вы восстановите отношения и будете с ним в контакте Он будет открыт вам эмоционально Можно будет договариваться, можно будет слышать друг друга Можно будет спокойно, как говорится, сесть, поужинать И при этом не в этом вязком молчании, которое часто очень бывает между родителями Подросткам Да, вы будете его слышать И поэтому вы выходите на контакт Вы садитесь вместе и обсуждаете эту тему Знаешь, вот мне, мое мнение Вы высказываете свои ценности по этому поводу Вы выписываете, к примеру, это на листочек Насколько это возможно Потому что этапы прохождения конфликтной ситуации это разные Я говорю такой алгоритм приблизительный Вы писаете на листочке Обсуждаете, допустим, вот твое, вот мое Либо в устной форме И давай решать Давай что-то среднее Искать в точке соприкосновения Чтобы и ты выиграл, и я чтобы была тоже в состоянии выигрыша как родитель Да, вы применяете такую технику В психологии называется техника активного слушания Вы в этот момент учите ребенка И сами при этом учитесь слушать других людей И слушать его Тут вопрос-то даже не только ограничивается семье Тут вопрос всего Вот у вас еще вторичная выгода Вот у вас еще плюс хороший Почему нужно учиться И не бояться входить в эти конфликтные ситуации Плюс ко всему, что сделать Получить опыт Дать этот опыт прожить ребенку Да, и самому тоже прожить Показать, что я так могу Ты поучись у меня Посмотри Давай вместе Давай вместе попробуем налаживать отношения Давай еще поговорим про стратегии Вот мы сейчас сказали стратегия Ты выиграл, он выиграл Или там ребенок Какие еще бывают стратегии? Стратегии бывают, смотрите Проиграл, выиграл Но это такая стратегия Когда, к примеру Вы даете возможность Допустим Вы сами говорите, что ребенок делает Вот делает так Так, так И ребенок подчиняется И при этом он вроде бы Вы выигрываете А он проигрывает И вас как бы все удовлетворяет Удовлетворяет взрослого Например, да Но ребенок остается с чувством Такого незавершенного гештальта Да С чувством какой-то фрустрации Может быть даже в какой-то степени Вот Эта стратегия Она ведь долго не будет работать Рано или поздно возникнет Бунт с той стороны Который постоянно проигрывает Да, она Это возникнет Это Ее можно использовать Но на время К примеру Надо отслеживать Но это постепенно развивается Какая ситуация происходит Допустим Позицию проиграл Выиграл Когда вы находитесь Ну Когда вы находитесь В общественном месте И тут вот Ну никак не стоит Кому-то доказывать Что нужно делать Именно так Ну вот Ну и Где-то что-то вот Конкретно Не идти Допустим Договариваться Нет времени договариваться А просто Подчиниться Каким-то правилам А дома уже приходить Разбирать Поняла Поняла Они все применимы Эти стратегии И выиграл Проиграл Стратегии Проиграл Проиграл Стратегия И стратегия, получается, и родитель, как бы, в результате, как бы, не увидел, что, ну... Не выполнил родительские обязанности, да? Да, не выполнил родительские обязанности, и ребёнок, как ученик, как бы, не выполнил домашнее задание. И на ковёр приглашают в школу обоих. Да. И родителя, и ребёнка. И результат, возможно, в этой ситуации, возможно, в этом случае, и тому, и другому нужна была такая ситуация, чтобы справиться. Да, но, как бы, в чём плюс? Иногда проиграл-проиграл, нужно кому-то для того, чтобы отдохнуть. Если бы вы по жизни лидер, можно, допустим, один день не контролировать домашнее задание, к примеру, или разрешить ребёнка самому как-то посмотреть. Попробовать свои собственные силы, да, опираться на собственные ресурсы. И посмотреть, как ситуация дальше пойдёт. И потихоньку включаться, применять другие стратегии. Сколько вообще этих стратегий? Стратегии пять. Вот мы уже про три проговорили, да? Что ещё у нас? Выиграл-выиграл, проиграл-выиграл, выиграл-выиграл, проиграл, и проиграл-проиграл. Так, это, по-моему, четыре. А, четыре стратегии, вот. И все они, как бы, постепенно можно встраивать всех их. То есть вообще, в принципе, да, ты можешь попробовать со своим собственным, как говорится, подростком все стратегии и будешь смотреть, что более результативно. Да, вы будете учиться встраивать разные методы и по результату применять их. Но важно всё равно выходить на самое основное, чтобы каждый из вас выиграл. Выиграл-выиграл. То есть вот именно это мы должны делать в заглаве, углавную держать, да? Да, да, да. Это основная стратегия, которой важно придерживаться, чтобы плюс... Вот какие вот условия этой стратегии? То есть понятно, что сейчас у нас медиация, конфликтология, столько всего, столько книг, столько фильмов, можно смотреть и всё это изучать. Какие основные вот такие, прямо, правила бесконфликтного общения есть у нас? Понятно, если конфликт развивается, мы понимаем, что любой конфликт – это ситуация, которая должна быть не на эмоциональном уровне разрешена, да, а на уровне рацию. Что если мы вошли в конфликт, что там, значит, должна решиться какая-то конкретная задача. Я вообще пытаюсь в конфликты входить с чётким пониманием, что я иду туда для того, чтобы решить задачи. Да, да. Но очень многие, что делают, особенно взрослые, они стараются вообще избежать конфликтных ситуаций. Что правильно на взгляд специалиста? Всё-таки если конфликтная ситуация возникает, идти в неё или же наоборот, не входить в неё? Ну, смотрите, у любой конфликтной ситуации разный уровень накала. Конфликтная ситуация. Ребёнок в конфликте эмоционален. Это самое первое. Допустим, он проявляет агрессию. Вы ему повторно говорите что-то сделать, при этом он кричит, хлопает дверью. Ну, дальше продолжать, я считаю, нет смысла в данной ситуации. Он же хлопнул дверью и ушёл. Да. Либо накричал вас добиваться, чтобы он делал так, как вы хотите. Можно, если вы хотите ребёнка в дальнейшем такого, какой будет таким, каким вы сейчас ему показываете себя. Тогда он таким же будет и будет вас обвинять в дальнейшем, что меня так же папа с мамой учили, я такой же, как вы. И я хочу, чтобы мои дети делали так, как вы делаете. Но лучший вариант, лучший вариант это что сделать? Это разрешить ребёнку эмоционально прожить эту ситуацию. Да, разрешить ему остыть, успокоиться. И только в состоянии эмоционального спокойствия, более-менее, когда он готов с вами разговаривать, при этом спросить его, мы можем с тобой обсудить эту ситуацию. Ты не против, причём это разговаривать лучше в такой форме, не напирая на него, как бы, не давить на него, а ты не против, если мы с тобой обсудим. Сейчас ты обсудим. Да. Какой степень даже на равных, да? Я уважаю тебя, я уважаю твою личность. Да, да. Проявить уважение, разрешить ему выстроить и показать ему, как важно выстроить границу. И когда он говорит, да, мам, давай обсудим, или папа, давай обсудим эту ситуацию, вы выходите опять на контакт и начинаете. Но для этого, перед тем, как начинать разговор с ребёнком, вам самим важно подумать, как вы будете это делать и выстраивать. Например, написали уже на листочке, допустим. Я тоже очень люблю письменные практики, они способны организовать, да, даже структуру беседы, структуру взаимоотношений, ну и решения. Вы пишете на листочке, допустим, вначале я его спрошу, ну, про время, предложу варианты времени такие-такие, если это касается... Обсудить, когда можно обсудить. Да, потому что, как правило, ребёнок не справляется, потому что у него либо с организацией там плохо, либо где-то что-то часы, либо у него внутренние переживания какие-то по отношению с кем-то, он не может это прожить. Либо вообще у него планы, и он не хочет с тобой сейчас общаться. Да, да. Либо он уже всё же структурировал, а вы в его планы вообще никак не входите. Вот. И вы предлагаете. Вообще с подростками лучше общаться конкретно, ну, предлагать чёткие варианты. Не из разряда, а давай подумаем. Нет времени подумать, не хочу думать, не буду. И вообще о чём вы, ребята? Потому как подросток, он всё время думает, у него внутри постоянные внутренние переживания. И эти слова, которые давай подумаем, давай поразмыслим, он говорит, блин, опять это же... Да, или ещё, вот, например, я часто, когда общаюсь, работаю с подростками, они говорят, как только мама или папа говорит, нам надо с тобой поговорить, желание поговорить сразу же исчезает. То есть вот эту фразу можно, дорогие родители, лучше не применять. Да, да, да. Надо, смотрите, вы выходите, опять же, на позицию выиграл-выиграл. Вы его делаете, ну, как бы, вы с ним разговариваете с позиции взрослого человека. Вы как взрослый-взрослый. У тебя есть время. Да. Ты готов. Или когда ты сможешь. Скажи, пожалуйста, применять какие-то даже вот такие вот... Фразы. Фразы. Это, вот. Вот, и если ребёнок соглашается в этот момент, вы уже со своей стратегией готовы подходите к нему и обсуждаете. Но при этом родители обращайте внимание на то, чтобы лично... Ну, вот, не травмировать личность ребёнка, потому что иногда, говорю, вот отделять... То есть уважать границы, да. Да, отделять ситуацию от личности на личность вообще никак не подходите, не давите, не оскорбляйте, что ты такой-такой-такой. Вообще стараться не давать оценочных факт, ну, как бы, да, оценок самому ребёнку. Да, оценки... Да, избегайте оценки ребёнку. Всегда оценку делайте, ситуации. И сами, как бы, практикуйте такое, что я оцениваю ситуацию, как я сработала в этой ситуации, как я сработала в этой, а не какая я при этом. Какая ты при этом, как бы, плохая или хорошая, это значение не имеет. Имеет значение результат. Согласна. Чтобы потом в результате того, что ты сделала, ты могла, как бы, сделать выводы и увидеть свои качества проявляемые, похвалить себя за что-то, поддержать. То есть вот какую цель мы должны держать, когда мы разбираем с ребёнком этот конфликт? Опираться на лучшие стороны ребёнка. Смотрите его моменты, где он смог. Вот смотри, мы с тобой тогда вот эту ситуацию смогли разрешить, да? Да. Я думаю, что сейчас получится тоже. Только нам нужно сесть и обдумать. Да, вот это вот вы прямо проговариваете. И ещё, возможно, когда он где-то был успешен, почему мы говорим всегда, что отправляйте детей в кружки, я всегда предлагаю, потому что там они проявляются, они могут проявиться. Не этот кружок, там секция другая. И вот эти качества, когда он приносит, доносит, рассказывает, вы их потом применяете в стратегии в общении. Ты понимаешь, ты тогда пришёл, мне рассказал такую классную вещь, такую интересную. Допустим, ты пришёл с этого, ну, с секции там, с друзьями-то там, как ты себя повёл, как ты там разрешил эту ситуацию. И сейчас, и сейчас ты также можешь. Понимаешь, я верю в тебя. Вера в ребёнка – это неотъемлемая часть родителя. Отлично. Давай поговорим немножко про инструменты и про методы, которыми мы можем пользоваться при разрешении конфликтов. Первый, один из важных инструментов – это активное слушание ребёнка. То есть вам кажется, что он несёт бред, но вы, тем не менее, продолжаете слушать, потому что это часть его жизни. Вы интересуетесь всем тем, что сейчас он проживает. Да, и не оцениваете его. Не даёте оценок ни его друзьям, ни его компаниям, ни ему самому, да? Если вам очень хочется, вы вспоминаете о границах и говорите, можно я выскажу своё мнение. Потому как если у вас не очень хорошее отношение с ребёнком, ребёнок скажет «нет», и вы соглашаетесь. Если ребёнок скажет «да», то «нет». Ну, как бы «да» и тоже соглашайтесь и разговаривайте с ним. Потому что иногда дети знают, что вы ответите, и поэтому они говорят «нет-нет-нет, ничего не надо, помолчи при нём». Потому что это может, опять-таки, привести к очередному конфликту. К очередной конфликтной ситуации. И тогда вы ещё заявляете о своих чувствах. Ты знаешь, я очень переживаю, я высказываю, у меня такая техника есть, переживаю по поводу того, что чувствую себя ненужной, когда ты уходишь и долго где-то проводишь время на улице с друзьями, или ты вообще не думаешь, как ты пойдёшь в школу. Ой, не ты не думаешь, я переживаю, волнуюсь. Как ты пойдёшь в школу... После поздних возвращений, да? Да, после поздних возвращений. Как раз ты не думаешь, это уже как бы оценка. Ты такой-то. И тогда ребёнок будет чувствовать... Что он важен тебе. Да, да, что он важен, и мама как бы... Не желает зла. Не желает зла, а готова помогать, потому что она волнуется, а не он плохой. Слышу. Что ещё, какая ещё методика может быть? Вот это активное слушание, дальше я-высказывание. Активное слушание, я-высказывание. Потом ещё одна из методик есть. Вот есть такие карточки, называются метафорические карты. На них изображены эти карты Натальи Львовой. Изображены различные истории с подростками. Ситуации. Я их использую для того, чтобы ребёнку, так как он эмоционально активный, внутри переживаний у него очень много, ты их показываешь, и он фиксируется на картинке, точно так же вы можете это разбирать с ними, и начинает рассказывать ситуацию, вспоминать, разделять, чувствовать, оценивать, анализировать. Вот так вы развиваете анализ у него, анализ, логическое мышление развиваете, а не только эмпатию, подтверждаете ценности какие-то, ну, то, что он говорит, слышите его информацию, вот это узнаёте больше ребёнка через него. А вообще очень важно знать, с кем ты вообще конфликтуешь, по какому поводу ты конфликтуешь, да, и видеть вариант выхода из этой конфликтной ситуации. То есть, если, например, вы не готовы, то лучше иногда и не входить в конфликтную ситуацию. Да, вот это вот, кстати, стратегия проиграл-проиграл. Или проиграл-выиграл-проиграл. Разрешить себе, к примеру, проиграть. Если ты не готов, если ты устал, если у тебя ресурса нету, то лучше отойти в сторону и подождать, обдумать, набраться ресурса, возможно, переосмыслить ситуацию, либо иногда разрешить другому человеку проявиться так. Да, потому что мы всегда помним, что на весах в этой игре, да, под названием «Конфликт» всегда душа родного твоего, да, самого любимого человека, будь то там дочка, муж, жена или там сын. Хорошо. Итак, друзья, это была программа «Практическая психология», и мы сегодня с Натальей Истоминой говорили о том, как предотвратить или прекратить, если уже начался конфликт с подростком. Конечно, тема очень интересная, очень увлекательная. Есть много литературы по этому поводу. Так что, друзья, ищите, читайте, смотрите. Ну и обращайтесь к специалистам, которые уже не один год работают с подростками и с этими конфликтными темами. Наташа, спасибо вам большое. Спасибо большое, Надежда. Было очень приятно. И уважайте мнение другого человека, цените. И разрешайте себе, как бы, таким образом конфликты. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, здоровья и счастья. Практическая психология